Всем привет! С вами программа Культ Поход и я Дарья Козина. Каждый месяц мы рассказываем вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Мультпроект настоятелей православной гимназии. Мастерство, талант и вдохновение. 50 лет художественной школе. Охота за привидениями в Пушкинке. В православной гимназии сняли вторую серию мультипликационного проекта настоятели. Мультфильм посвящен шестому настоятелю Саровского монастыря Игумену Ефрему, строителю главного храма обители Успенского собора. Анимационный фильм покажут на телеканалах «Образ» и «Союз», а пока во всех православных гимназиях Нижегородской епархии прошли премьерные показы. Немало годков белокаменный собор во имя Успения Божьей Матери строили. Еще при первоначальнике отце нашем Иоанне начали, а оканчивать привелось Ефрему. Об основателе Саровского монастыря Иросхимонахи Иоанне и шестом настоятеле Игумене Ефреме зрители могут узнать в первых двух сериях проекта настоятели. Их совместно с режиссером-мультипликатором Александром Птичкиным воспитанники Саровской православной гимназии создавали почти три года. Все начиналось с идеи рисунков в рамках студии иконописи. У нас был изначально иконописный кружок, так как нигде вообще этого не было. Потом я подумала, что хорошо бы, сейчас же тенденции какие, чтобы дети знали хорошо компьютер, да, и это сейчас практически во всех сферах нужно, и почему бы нам не сделать мультфильм, не попробовать создать мультфильм. На занятиях с Александром участники студии научились создавать персонажей и освоили основные законы анимации и виды монтажа. От первого фильма ко второму руководитель видит большой прогресс. Если фильмы снимают, достаточно взять камеру и снимать, и там человек двигается, и все хорошо, то нам нужно повторить законы анимации и сделать их такими, какие они есть. Иначе зритель не поверит, что это походка, не поверит, что это падает листик с дерева, не поверит, что идет собака, например. Это сложный процесс, это, наверное, самый сложный процесс в анимации, сделать так, чтобы анимация была реалистичной. Мультфильмы проекта «Настоятели» ребята выполняют в стиле перекладки, когда героев и детали изображают на бумаге, сканируют, переносят в фотошоп, а оттуда в специальную программу для анимации. Одни ученики создают рисунки, другие их оживляют. Надежда Курякина с пяти лет хотела стать мультипликатором. Мечта воплотилась в реальность благодаря студии в православной гимназии. Начало моего анимации было сделано благодаря школе. Но потом, поскольку меня это заинтересовало, я стала искать какие-то дополнительные источники, аналогичные программы, я уже стала немножко сравнивать их, понимать, в чем особенности каждой из них. Вот, например, аниме-студио-про, в которой мы работаем, ее, можно сказать, узкая специализация – это именно анимация персонажей, потому что там есть возможность прокладывать так называемые кости, чтобы персонаж более реалистично двигался. Первые две серии проекта «Настоятели» покажут на телеканалах «Образ» и «Союз». Воспитанники и руководители студии уже работают над третьим мультфильмом. Его планируют посвятить канонизации Серафима Саровского. К 50-летию детской художественной школы в художественной галерее открылась выставка «Мастерство, таланты, вдохновение». В экспозиции представлены творческие работы воспитанников и преподавателей школы. На вернисаже побывала и наша съемочная группа. «Мастерство, таланты, вдохновение» – название выставки, которая точно описывает работы педагогов и учеников художественной школы. В честь ее 50-летия в художественной галерее собрали более 200 уникальных работ из сокровищницы фонда. Карикатуры, натюрморты, пейзажи, картины из пластилина, текстильные коллажи, созданные за последние пять лет. За последнее время было выполнено колоссальное количество работ. Здесь показана очень незначительная часть этих работ. Но мы так поступили, потому что очень важно, чтобы юный художник видел плоды своего труда, своего творчества, что его работа востребована, что пользуется успехом. Поэтому мы сделали именно такую выставку. Выставка будет полезной тем, кто только собирается начать обучение – юным саровчанам и их родителям. Под каждой работой указан возраст автора и преподаватель, что позволяет оценить уровень мастерства, которого можно достичь в определенный год программы, а также стиль каждого педагога. У кого-то более конструктивное рисование, у кого-то, допустим, более пастозное. Где-то очень активный цвет, где-то, наоборот, очень сложность цветовой гаммы. Поэтому, если так проследить, то, в принципе, этот почерк будет прослеживаться. Это какая-то личная характеристика, она будет угадываться и в работах детей. Но это не значит, что дети слепо следуют тому «делай, как я», «делай, как я». Конечно, у них появляется индивидуальность. И мы стремимся к тому, чтобы работы на выходе имели характерные особенности ученика. Работы каждого художника и правда пропитаны своей атмосферой. Многие ученики художественной школы поступили в престижные вузы страны, добились высот в искусстве. Одни стали иллюстраторами, другие – дизайнерами, третьи – преподавателями. Татьяна Кирюшкина – одна из первых выпускниц. Школа уже начала работать, а самого здания художественной школы не было. Был спальный корпус первого интерната. Мы работали, по-моему, на третьем этаже. Разума-16, маленький город. И вдруг кому-то пришла светлая мысль взять и создать такую школу. И, вы знаете, сегодня мы традиции этой старой классической школы, мы их сохраняем. Я надеюсь, что нам это удается. Татьяна Михайловна с гордостью рассказывает о своих учениках от мала до велика. Кто-то пока делает первые шаги в мир искусства, а кто-то находит в нем своеобразную отдушину вне работы и бытовой суеты. В учреждении есть взрослое отделение, где соровчане от 18 до 90 лет могут профессионально обучиться рисованию карандашом и кистью, освоить техники акварельной и масляной живописи. Посетить юбилейную выставку художественной школы в стенах художественной галереи можно будет до конца марта. Деревья и люди из картона появились на витрине книжного магазина на проспекте Музруково. Авторами творческих работ стали воспитанники детской художественной школы. Под руководством художника-архитектора они воплотили в жизнь креативную идею. В итоге невзрачная витрина стала яркой и привлекательной. Подробности смотрите в следующем репортаже. Летнего настроения в суровую зиму решили добавить ученицы художественной школы под руководством Марии Зиминой. Идея украсить витрину дома книги пришла спонтанно. Руководство согласилось сотрудничать и предоставило юным дизайнерам целых 12 метров пространства для творчества. Обрезки бумаги, картонные втулки, коробки и краски из мастерской Марии. Материалы, из которых ребятам предстояло выполнить проект. Мы хотели сначала сделать деревья, сделать книги, летящие куда-то, которые несут с собой вместе, ну, сам свет этого мира, несут людям. А впоследствии уже перешли на вот эту идею летнюю, чтобы как зимой было тоже чувство тепла. Чтобы все это объединить, пришлось некоторыми помучаться, но вышло. Витрина украсили необычные деревья, буквы и, конечно же, люди, увлеченные чтением. Все элементы дизайна ученицы художественной школы создали за два месяца. Самыми сложными оказались кроны деревьев. Тут очень много кругляшков вот этих вот. Мы их очень долго скрепляли, мы их склеивали очень долго. Вот. Мы очень много кругов вырезали для них, около 500 штук, плюс-минус. Вот. Человечки, они сначала вроде бы так вот прям не входили в наш план, но потом мы как-то все-таки их внесли в картину. Вот. И они даже украсили, наверное, нашу витрину больше. Девочкам понравилась творческая и уютная атмосфера, которую они создавали каждые выходные. За чаем с печеньем, с веселыми разговорами они придумали и воплотили маленький мир, который теперь живет на витрине. Собирались по воскресеньям, то есть даже не в рамках учебного процесса, это как раз-таки вообще вне рамок, что говорит сразу о том, какая у девчонок была мотивация вставать утром рано, ехать вообще на другой край города, чтобы сделать что-то творческое и что-то не имеющее отношения к учебному процессу. Как итог, ребята получили опыт работы над городским проектом «Дом книги», оригинальную и яркую витрину. А соровчане, проходящие мимо нее, хорошее настроение. Девочки поставили себе цель – не останавливаться на достигнутом. И планируют в ближайшее время воплотить в жизнь еще несколько идей. Букфейс, мастер-класс и игра охоты за привидениями. Накануне Дня селфи в библиотеке имени Пушкина прошла одноименная акция. Дети и взрослые смогли сфотографироваться на фоне книжных полок с любимыми произведениями в руках, примерить интересные атрибуты, а потом опубликовать снимки на своих страницах в социальных сетях. Подробности смотрите далее. Совсем не страшное, а очень симпатичное привидение только без моторчика встречало детей в отделе искусства детской библиотеки. Но как с таким не сфоткаться? Необычный праздник, день селфи в библиотеке в Пушкинке отметили насвещенной программой. Дети не выпускали телефон из рук, чтобы сделать как можно больше фотографий. Хорошая идея совместить современное увлечение молодежи, потому что сейчас у многих детей есть инстаграмы, контакты, многие другие соцсети. А пофотографироваться на интересных видах редко получается. Сейчас кто дома сидит, либо просто в школе. Но пофотографироваться и убежать по своим делам у ребят не получилось. Библиотекари точно знают, как разбудить интерес у детей и подготовили небольшую костюмерную, где мальчишки и девчонки могли перевоплотиться в сказочных персонажей и героев любимых произведений. Маргарите всего 9 лет, но она может включать камеру в телефоне и знает, как делать селфи. Необычный праздник ей пришелся по душе. Чтобы красиво, классно сфоткаться, мы делали разные атрибуты и фоткались с книгами. Дима селфи делает редко, разве что на фоне какой-нибудь достопримечательности. Но в этот день не ограничивал себя. Где еще можно будет сделать столько оригинальных фотографий в одном месте? Больше всего ему понравилась акция Bookface. Я прикладывала книги, например, метро. Там как раз нарисован мужчина в униформе, в броне. И было хорошо. То есть я приложил, лицо было, все, плечи. И получилась интересная фотография. Меньше чем за час ребята сделали несколько десятков фотографий. Но за эти селфи родители точно не будут ругать. А все потому, что дети провели это время с пользой. В самом, что ни на есть полезном месте – библиотеке. Творчество и вдохновение – два понятия, немыслимые одно без другого. Любой человек, чья жизнь связана с искусством, подтвердит, что без музы можно часами напролет сидеть за рабочим столом, но так ничего и не сделать. Чтобы продемонстрировать общественности, что творчество – это не механическая работа, придумали День творчества и вдохновения, который отмечают 17 января. Они рождаются как-то сами. Куклы Елены Хайрулиной действительно как живые. На выставке в музее народной игрушки они занимают целый подоконник. В ярких курточках, забавных шапочках, радостные и грустные. Они словно дети во время игры. Одним весело, другие на что-то обиделись. Все разные. У каждой куклы свой характер, который проявляется уже на стадии подбора одежды. Игрушечных малышей Елена делает более пяти лет. Сначала мастерила куклы от случая к случаю. Вплотную занялась изготовлением миниатюр два года назад. У Елены нет художественного образования, но врожденные таланты и усердие дали свои плоды. Мастерство она учится на мастер-классах у опытных рукодельниц. Тем, кто хочет проявить свои творческие способности, но по каким-то причинам откладывает, Елена советует просто начать это делать. Это не только в куклах. В любой работе, в любой деятельности это всегда сложно. И первый шаг сделать – это как преодолеть себя, как преодолеть барьер. Творчество немыслимо без вдохновения. Елена не ждет музу, а купит материал для своей работы, подмечает цветовые сочетания в природе, наблюдает за детьми и всегда делает запасы тканей, фурнитуры, аксессуаров. А потом уже приходит вдохновение и рождается очередной малыш. Она, как мама, дает им жизнь, одухотворяет лица игрушек, кропотливо подбирает одежду. А вот имена им дают счастливые обладатели ее творений. Ну, отдавать куклу кому-то, дарить, ну, кто-то приобретает, кто-то. Вот это самое приятное, мне кажется. Ну, мне. Мне это приятно, потому что, вы знаете, вот папа Карла говорил, это сделано на радость людям. День творчества и вдохновения, который отмечают 17 января – неофициальный праздник. Дата привлекает внимание людей к искусству, к пробуждению творческих способностей, креативу и стремлению сделать мир красивее и интереснее. День творчества и вдохновения – это праздник всех людей, кто творит, создает и придумывает. В музее оловянного солдатика пополнение. Свое место на стеллаже заняла миниатюрная копия немецкого гидросамолета. Также новыми экспонатами пополнились диорамы «Штурм Берлина» и «Битва под Москвой» Нижегородского ополчения с польскими захватчиками. Это наборы бойцов Красной Армии и польских солдат 1612 года. Подробности смотрите далее. После новогодних праздников музей военно-исторической миниатюры пополнился сразу несколькими экспонатами, которым сразу же нашли место в коллекциях. Среди миниатюр есть как современные, так и изготовленные несколько десятилетий назад. Американские трапперы, сделанные донецким заводом пластиковых игрушек, еще при Советском Союзе они сделаны. То есть это где-то 80-е годы, подаренные нам Дмитрием Кондратьевым, очень интересным человеком. Есть еще рыцари, тоже такой маленький набор. Они тоже сделаны где-то в лохматых годах и тоже принесены сюда в подарок. Диораму «Битвы под Москвой» в ноябре 1612 года сотрудники посвятят 800-летию Нижнего Новгорода. Экспозиция почти готова. Скоро ее дополнят миниатюры польских солдат. Мы их привезли, их надо еще покрасить, поставить, и диорама будет готова. Очень интересно. Я их ждал. Первый набор русских вышел в 2008 году, а этих вышел только в прошлом. Представляете, какая разница? Да, 10 лет практически разница в выпуске двух серий. Сокровищница пополнилась моделью немецкого гидросамолета, фигурками красноармейцев, ландмейстером Тевтонского ордена и 65-сантиметровым русским богатырем. Несмотря на то, что от своих миниатюрных собратьев она отличается, экспонат уже подтолкнул к нескольким интересным идеям. Я ее увидел, посмотрел, смотрел. Хм, как интересно. Илья Муромец. У меня сразу тема следующей уже экспозиции возникла. Тем более этих солдатиков у нас, вообще русских богатырей, достаточное количество. Можно снимать отдельную тему даже про них. Рассказать и былинные герои, и настоящие сражения. Это и стояние на Угре, и битва на Калке, это Куликовское сражение, это Исборск, это Молодя, это все что угодно. То есть, есть материал, о котором можно поговорить. В рамках проекта «Весна победы 1945-го» к 9 мая для посетителей соберут диораму штурма Рейхстага. В нее войдет и новый набор бойцов рабочей крестьянской Красной Армии. Гостям также планируют показать документальные и художественные фильмы на тему Великой Отечественной войны. Воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева приняли участие в первом всероссийском конкурсе молодых исполнителей на классической гитаре «Гитарных струн мотивы». Творческое соревнование прошло в Пермском крае под эгидой Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга». Подробнее об успехах юных саровских гитаристов расскажем в следующем репортаже. Лиза Кижаева и Василиса Немова играют мелодию Александра Винницкого в цирке. С этой композицией они заняли третье место в конкурсе гитарных струн мотивы. Это второй конкурс, в котором они приняли участие. На своем первом соревновании в Дзержинске они стали дипломантами. С каждым годом уровень их мастерства только растет. Девушки играют дуэтом уже второй год и прекрасно понимают друг друга с полувзгляда. С одной стороны ответственность делится в дуэте пополам, а с другой стороны, когда ты солист, ты сам за себя отвечаешь. А когда ты играешь дуэтом, ты должен слушать своего напарника, ты должен подхватывать в каких-то ситуациях, не теряться. Ну, везде есть свои нюансы. Юные гитаристы играют старинную, классическую и современную музыку. Егор Дмитриев не выделяет для себя какой-то отдельный вид игры и утверждает, что настоящий мастер должен уметь играть все. С гитарой он не расстается уже 9 лет и главным достижением считает гран-при соревнования в Абхазии. На конкурс он выступал соло и в старшей возрастной группе стал дипломантом. Я очень усердно готовился. Это было не первое моё выступление. В дистанционном формате я сдавал экзамен. Вот, в дистанционном формате. А вообще снимать на видео выступление как-то не особо комфортно, потому что там искажается звук. Но вообще на сцене лучше выступать, приятнее. Полина Заслонова играет на гитаре уже 7 лет. В её послужном списке победы и призовые места как во всероссийских, так и в международных конкурсах. Воспитанница музыкальной школы играла на сценах Грузии, Белоруссии, Абхазии и России. Однако выступление в дистанционном формате для неё стало дебютным. Волнений вообще не было, потому что на сцене как-то волнительнее играть, чем просто садишься и тебя снимают. Было не так много кадров. Иногда я очень уставала, и мы записывали два раза, но всё-таки отправили. В жюри конкурса были гитаристы, чё творчество известно как в России, так и за рубежом. Этим он и привлёк внимание педагогов музыкальной школы. Первый всероссийский конкурс гитарных струн Матевы проходил под эгидой Фонда поддержки развития детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга» в Перми. Цените искусство во всех его проявлениях и не переставайте развивать свои творческие способности. С вами была программа «Кульпоход» и я, Дарья Козина. До новых встреч!